Строительство школы в поселке Солнечный на улице Академика Антонова началось еще в 2008-м. Сметная стоимость объекта более 400 миллионов рублей. Наряду со зданием нового ТЮЗа и перинатального центра эту школу называли Саратовским долгостроем. Аналогов такой школе в Саратовской области пока нет. Само здание рассчитано на размещение внутри 33 классов, а это более 800 учеников. Валерий Радаев после недолгого осмотра прямо на месте принимает решение. Объект нужно завершить к концу года. Самое главное, привязка надо сейчас в жилье, чтобы структура там везде укладывалась, иначе мы все пролетим. Поэтому это принципиальный вопрос. Новый район, не новый район. Принципиальная структура, современная планировка вся, чтобы в поле строя этот район должен соответствовать всем сегодняшним требованиям жизни. А не так вот, то улочки такие, то поставить автомобиль негде, все надо предусмотреть. Я считаю, что аналогов такой школы в Саратове нет. И с учетом того, что здесь район быстро развивается и быстро растет, конечно, эта школа сегодня нам нужна. Она будет востребована теми жителями, которые сегодня здесь живут. И, соответственно, конечно, нужны еще детские сады. Это обязательно. О востребованности школы говорит и министр образования области. Вот в эксплуатацию, по словам Марины Епифановой, позволят решить сразу две проблемы. В это здание планируется перевести медико-биологический лицей. Это учреждение, которое находится сейчас в данном, данное время в неспособленном здании детского сада. Поэтому, скажем так, для города будет решено сразу две проблемы. И мы получаем школу в том новом виде, который отвечает полностью это здание всем новым санитарным пожарным требованиям. И, кроме того, мы приобретаем, возвращаем вернее, бывшее здание детского сада. Это в районе Техстекло. Возобновить строительство планируется уже в мае. Примерный срок сдачи объекта – 15 декабря. Сергей Пономарев, Евгений Крылов и Павел Криклевец. Вести. Саратов.